Далее в мегамашинах поездка на крупнейшем в мире танковом тягаче. Это перевозчик тяжелого оборудования Ошкош М1070. Ошкош М1070 Он находится в форте Маккой армии США в Висконсине и является крупнейшим транспортным тягачом в мире. Специальный агент в важнейшем задании. Перемещать тяжелейшую технику по любому типу местности в любой точке мира. Эта машина 3,5 метра в высоту, 4 метра в ширину и 24 метра в длину. Как батальон, построенный на плацу. Прицеп весит 58 тонн. Но погрузите на него танк «Абрамс». И вес возрастет до 112 тонн военной техники, несущейся вам навстречу со скоростью 85 километров в час. Забудьте о жалких 18-ти колесных фурах. У этого парня 48 колес. Под капотом у него сидит табун размером в 500 лошадок. И он берет все заботы относительно доставки груза на себя. Танковый тягач — это крупнейший грузовик, которым на сегодняшний день располагает армия. Стоя рядом, ты смотришь на огромный грузовик, но сидя в кабине, ты свысока посматриваешь на всех остальных полуводителей. Не часто выдается такое удовольствие. Но грузовик вынослив, и ему частенько приходится ездить по бездорожью. На прицепе установлено две лебедки мощностью 25 тонн каждая, так что они без напряга затягивают на прицеп танк М1. Хотя М1 может заехать на прицепы своим ходом. Почему бы не доставлять танки на фронт своим ходом? Ответ очень прост. Танк М1 стоит несколько миллионов долларов, поэтому он всегда должен быть готов к бою. Для этого и придуман танковый тягач. В боевых операциях в странах, где нет танковых тягачей, танки перемещаются по плацдарму своим ходом. Таким образом, прибывая к месту назначения, танки засасывают кучу пыли в воздухозаборники. А если подвозить танки на тягаче, то внезапно на поле боя появляется свежий, готовый к бою танк. Перевозить танки — это так просто, да? Попробуйте использовать обыкновенный тягач. Покрышки могут полопаться. Танк — это такая тяжелая махина. Это оси прицепа. Как видите, у прицепа пять осей. На них установлены 40 отдельных колес. В прицепе используется обыкновенная система подвески. На то есть две причины. Первая — это высоко мобильный транспорт повышенной проходимости. Вторая — необходимо упростить обслуживание. Это ложа прицепа. Оно специально разработано для перевозки танка М1. Оно около 3,5 метров в ширину, и на нем расположены кольца и карабины, чтобы перевозимое оборудование можно было закрепить. Прицеп подходит для транспорта М130, контейнеров, бульдозеров. Всего, что есть в распоряжении армии. Старший сержант Кит Питерсон — тот, кто управляет одним из 2600 американских танковых тягачей. Его первое впечатление? Не знаю, могу ли я говорить такое перед камерой. В общем, черт побери! Я был в шоке. Я мог свалиться от усталости, карабкаясь в кабину этого монстра. М1 чувствуется особенно в гору, но если грузить Брэдли, как не смешно звучит, хотя Брэдли весит 44 тонны, ты вообще не почувствуешь нагрузки. 44-тонная машина на прицепе, а вы ее даже не ощущаете. Но ослабьте хватку на руле на долю секунды или разгонитесь под горку больше дозволенного. И вас ждут крупные неприятности. Он разработан, чтобы перевозить. Его не делали для гонок. Если вы едете быстро, 70 тонн тянут вас под гору. Если же танк свалится с прицепа, все, что привязано к танку, отправится с ним. Если им будет управлять необученный человек, это может быть очень опасно. Это может быть очень опасно. Но когда за рулем военные спецы, танковый тягач надежно обеспечит доставку войск армии к полю боя в любых условиях. Я обожаю конвоировать танковые тягачи. Я уверен, что враг знает, что на него идет большая армия. Если бы я встретил его на дороге, я бы убрался подальше.